Таня Максим, здравствуйте. Начинается новый олимпийский цикл. И, как правило, после Олимпиады пары расходятся, сходятся. И так получилось, что вы расстались со своими предыдущими партнерами. И получилась пара волосожар-траньков. Откройте секрет, почему так произошло. У меня был определенный выбор, передо мной стоял. Продолжать тренироваться до Олимпийских игр в Сочи. Либо прекращать свою спортивную карьеру и пробовать себя в каких-то других областях. И я больше сканялся ко второму варианту, то есть заканчивать свою карьеру в силу очень многих причин. Но после того, как я озвучил свое решение, мне поступило предложение от Тани со Станиславом, которое я принял. И, в принципе, пока не жалею ни о чем. Я только радуюсь. В принципе, у нас для парного катания может быть в какой-то мере и большая разница в возрасте. То есть, Стасу уже 31 год, мне 24. И продолжать до Сочи, мы уже не видели смысла. Ну и с Украиной, конечно, сложились немножко сложные отношения. И в финансовом плане, и в том плане, что у нас катки закрываются. То есть, там очень сложная ситуация вообще с фигурным катанием. Ну и тем более, попробовать кататься с одним из ведущих парников, тоже очень перспективный вариант. Максу тоже повезло, потому что тебя, Тань, считают одной из лучших партнерш в мире. Ребята, расскажите, как проходила притирка, у вас так называется скатка, все-таки надо почувствовать друг друга. Можно сказать, заново, с чистого листа все начали. Конечно, это интересно и сложно в той же мере. Мне как бы нравится, я фанатка с детства фигурного катания. То есть, я люблю это дело. И пока я не добьюсь своей цели, я буду идти к ней. И на льду процесс катки, наверное, как и у всех вновь ставших друг с другом партнеров. То есть, сложно и в то же время приятно. У нас такой тендем получился, что у нас никто не тянет одеяло на себя. И мы абсолютно равноправные, у нас абсолютно равноправная пара. Мы абсолютно состоявшихся два спортсмена. И нам не нужно доказывать друг другу, кто из нас лучше или сильнее. Единственное, что я могу сказать, что, наверное, Тане все-таки было посложнее со мной скатываться, чем мне с ней. То есть, она немного легче, чем моя предыдущая партнерша, немного меньше ростом. Когда у нее был огромный Стас, который ее держал, она могла как за каменной стеной за ним. То есть, он ее поднимал одной рукой и кидал на два метра вверх. И это все аплодировали. То есть, тут как бы совсем я другого плана партнер. Ей, конечно, было немножко потяжелее. Таня, Стас Морозов не только твой бывший партнер, но он и твой муж, и еще и тренер. Скажи, как себя чувствуешь в роли ученицы? Он для меня и был тренером. Приходилось. Он очень много знает в парном катании, чувствует, наверное. И он нас тренировал уже в том составе, в котором мы были. То есть, мы когда катались в паре, он очень многое подсказывал. Максим, а как тебе работать со Станиславом? Ведь совсем недавно вы были соперниками. Мы друзья, у нас субординации там какой-то нет. Такое, что там трепета перед тренером, да. И, то есть, я боялся, как это все будет происходить. Вот. Но, когда мы только начали работать, мы сначала, может быть, это было и правильное решение, мы поехали работать на полу. И когда он мне объяснял какие-то вещи в поддержках, особенно в подкрутке, это, конечно, я понял, что человек разбирается, понимает очень много. Ну, и в то же время, он, обладая довольно спокойным характером, очень легко реагирует на мои какие-то выпады, если я, например, там, занервничал на льду, или там, я могу ему нагрубить там. Ребята, с вами также работает Нина Мойзер. Расскажите, какие ее функции, обязанности? Ведь раньше она не тренировала. Спортсмен такого высокого уровня, как вы? Мне очень нравится. То есть, она заинтересовалась нами еще, когда, то есть, все только начиналось, да, там, создание нашей пары. Когда Стас обратился, там, через друзей, как бы, к Нине Михайловне, то есть, за помощью, и она была готова помочь. То есть, в принципе, я думаю, что это уже давно длится, и я очень благодарна ей за то, что она подключает каких-то людей, старается искать всевозможные, то есть, в плане помощи всевозможные варианты. То есть, ну, и, конечно, на льду она выполняет главную функцию, там. Она организатор, да, то есть, наши планы пишет нам на тренировки, то есть, а Стас уже выполняет техническую. Ребята, вы сейчас оба переехали в Москву, чтобы вместе работать. Максим раньше тренировался и жил в Петербурге, Татьяна на Украине. Расскажите, как осваиваетесь в этом большом мегаполисе? Ведь многие говорят, что в Москве очень сложно быть большим спортсменом, ведь много соблазнов. Ну, вы знаете, в том плане, что соблазнов у меня здесь, в Москве, как раз гораздо меньше, чем в Санкт-Петербурге. Во-первых, потому что у меня не так много друзей и знакомых. Во-вторых, для меня это новый город, в котором я пока себя еще не очень комфортно чувствую после Санкт-Петербурга. Как-то Санкт-Петербург – это уже моя вторая родина, и я прожил 10 лет, больше 10 лет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, насколько тяжело переехать с Украины, например, в Россию, но и с Санкт-Петербурга в Москву переехать тяжело. Я к Москве отношусь абсолютно ровно. То есть для меня каток, тренировочные процессы намного важнее, чем какие-то либо соблазны. Таня Максим сказал, что тебе пришлось стать россиянкой. Расскажи, как проходит процесс оформления гражданства, ведь, как мы помним, Юка Калагути, у нее были большие проблемы с этим. Еле-еле успели сделать паспорт к Олимпиаде. Ну, сейчас очень хорошо получилась президентская программа появилась новая. Как правильно сказать, переселение соотечественников в Россию. То есть я получила свидетельство под первым номером. Было приятно очень. Ну, и благодарна Твери, то есть за то, что они откликнулись. Переселили Таню с Украины. Переселили, да. Дверь. Вот. И просто эта программа, кто не знает, она основана на том, чтобы наши соотечественники из ближнего зарубежья могли переселиться в Россию, но в области, в которых есть какая-то демографическая проблема или нужны рабочие места и так далее. То есть, например, Московская область не входит туда, и Ленинградская. Но и самая ближняя к нам была Тверская, и она предложила просто руку помощи, за что им большое спасибо. Ребята, ну расскажите, как сейчас работаете, чем занимаетесь, какие элементы оттачиваете? Программы у нас абсолютно новые, друг к другу еще новые. Поэтому интерес, конечно, к нашей паре велик. Ну и будем стараться, конечно, показать что-то новое, может быть, в катании, так как элементы, в принципе, все делают, и довольно-таки качественно, и все одинаковые. То есть, никакого велосипеда никто не изобретал. Вот. Ну, пока у нас стандартный набор, как бы, из самых сложных. Это тройные выбросы, прыжки и подкрут. На этот сезон у нас стоит задача просто не допускать серьезных ошибок, кататься максимально чисто, качественно делать элементы. То есть, мы сразу же хотим предупредить, что от нас не нужно ждать четверных выбросов, четверных подкруток в этом сезоне. Всего того, чего ждали люди, когда в пару встали, волосы жарят тройников. Ну, только в этом сезоне. Что будет дальше у нас? Мы распланировали себе приблизительно элементы на 4 года до Сочи. Максим, я не могу задать этот вопрос. Следишь ли ты за своей бывшей партнершей Марии Мухортовой и за ее новым партнером? Как тебе их катание? Я рад, что Маша нашла этого партнера. Точнее, я был уверен, что она будет кататься именно с ним. То есть, эти разговоры уже давно шли. Я даже могу вам открыть секрет, что они даже в 2008 году уже пробовали кататься, когда у меня были проблемы со здоровьем. Я желаю просто удачи Маше. Я с ней 7 лет провел, завоевал какие-то титулы, медали. Желаю ей только удачи, успехов. Я уверен, что это будет самое в плане катания, скольжения и всего остального. Это будет одна из самых красивых пар в мире. Но никакого негатива или еще чего-то конкретно к Марии у меня это быть не может. Я благодарен только за то, что мы столько прошли вместе. Ребята, спасибо, что согласились на это интервью. И удачи вам в новом сезоне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.